итак есть у нас второй вопрос значит он пришел от надежды бойко из нью-йорка надежда спрашивает мой муж пьет пока не выпьет спокойный и замкнутый человек когда выпьет как будто в него без вселяется становится агрессивным хочет драться дети увидят это и убегают из дома как же мне избавить мужа от такой пагубной привычки потому что уже и кодировались и разводились и что только не делали ничего не работает помогите вот такой вопрос к вам крик можно сказать о помощи григорий из нью-йорка ну в общем то конечно прежде всего когда читаешь и слышишь такие строки обращаясь к надежде ко всем слушателям это вызывает большие сожаления и как говорится симпатии этому человеку потому что алкоголизм наркомания это огромный бич нашей жизни к сожалению который своими чупальцами распространяется и у меня есть ну определенный опыт в этом смотрите прежде всего надежда попробуйте понять ментальность своего человека вот вы говорите что муж замкнутый вот его замкнутость говорит о том что у него есть некие проблемы уже изначально замкнутость говорит о некой внутреннем такую состоянии неудовлетворенности некой может быть даже с депрессивности и вдруг он наступает момент когда он выпивает и из него как джин вырывается некая энергия он становится другим как будто бы его кто-то меняет вы должны понять прежде всего ментальность алкоголизм это как болезнь это не то что ваш муж скажем сознательно регулирует это связано с тем что у него появляется некая необходимость огромная необходимость что-то поменять своей жизни как правило алкоголики или наркоманы это те люди которые не удовлетворены своей жизнью очень сильно не удовлетворены и они с помощью алкоголя или наркотиков они вызывают некую альтернативную реальность то есть смотрите вашему мужу не хватает сил и эмоции в сил и может быть какой-то внутренней уверенности выражать свои эмоции то есть у него с детства есть очевидно такие травмы которые делают его замкнутым не общительным он не может прийти к вам и поговорить и сказать надежда вот смотри вот здесь и здесь у меня есть проблема вот здесь и здесь у меня скопилась злость вот здесь и здесь я не удовлетворен своей и нашей жизни он как мочалка или как вид крыша в которой прорвало он накапливает 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 потом когда он не может держать происходит взрыв но для этого ему надо принять алкоголь тогда он становится смелым тогда он становится действенным тогда он выражает свои эмоции поймите это болезнь и алкоголь в данном случае это то для него негативное лекарство которое помогает ему поменять свое состояние и перейти от нерешительного молчаливого замкнутого человека который не готов не удовлетворен своей жизнью вот такому агрессивному монстру который выражает всю накопившуюся агрессию алкоголь алкоголь я прошу прощения является детонатором в данном случае активатором вот этой ситуации посмотрите я всегда напоминаю одну и ту же фразу что люди когда выпьют первое что они делают ты меня уважаешь им в жизни не хватает сладости и радости если бы человек был радостный и сладостный ему не нужен алкоголь ему не нужна эта альтернативная реальность что делать смотрите самым лучшим в мире средством сегодня признаны так называемые и и и митинг митинге алкоголик ананомист вы живете в нью-йорке кажется их в нью-йорке я думаю сотни то есть вам надо зайти на интернет или позвонить службу информации и спросить где есть ближайший от вас и и митинг алкоголик ананомист и придите туда там встречаются люди вернее вам нужно я прошу прощения вам нужно лично пойти алкоголик ананомист это для родственников есть два типа митингов и встреч одна для самих алкоголиков где встречаются те которые уже бросили и помогают тем которые хотят бросить другая форма митингов это те которые являются членами семьи у которых есть алкоголик это жены алкоголиков дети алкоголиков родственники алкоголиков и так далее так далее если вы попадете в эту систему это наилучшая система которая есть во всем мире и как то в основе которой лежат так называемых 12 шагов к богу так они называют который помогает глубокой внутренней трансформации но касаемо вашего мужа он должен быть готов к этому вы насильно его туда не приведете насильно не заставить и это напоминает старую такую мудрую пословицу что вы можете привести лошадь к водопою вы можете даже макнуть ее ли мордой воду но пить в ее не заставить и это очень важно чтобы вы подобрали правильные добрые хорошие слова и может быть настроили своего мужа на то что вот он как бы мог получить такую помощь если вы обратитесь в эти центры вам вас окружать люди имеющие достаточный опыт самой справиться с этим нельзя оставаться бездеятельным тоже тем более если у вас есть дети тоже это абсолютно неправильно это большое зло и запоручитесь поддержкой профессионалов я бы так сказал